Добрый день, дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе, или, правильно сказать, о недельных главах. Ведь кроме того, что мы заканчиваем сегодня всю четвертую книгу Торы, книгу Бамидбар, и в синагогах будет кричать «Хазак! Хазак! Хазек!» по окончанию чтения Торы, что означает «силы, силы и усилимся». Обязательно пойдите в синагогу, как увидите, как громко и весело кричат дети, да и взрослые кричат, как дети, по крайней мере, должны. Но мы заканчиваем с большими усилиями тем, что мы читаем сразу двойную порцию, две главы вместе, главу Матод и главу Масай. Глава Матод означает «обращение к главам колен», а глава Масай означает «переезды», и поэтому вначале говорится о переездах, подводится итог всей туристической поездки евреев в пустыне. Именно об этом я хотел с вами поговорить, ведь вы наверняка знакомы с таким выражением, как «блуждающие евреи», «блуждающие евреи». Да, действительно, наша история, история нашего народа, особенно последние две тысячи лет, пестрит нашими эмиграциями, переездами, нигде мы не задерживаемся, нас выгоняют то отсюда, то оттуда, то мы сами просто переезжаем, потому что где-то лучше корзина абсорбция. Но даже появился такой, наверняка вы видели в ютубе несколько лет назад, выходил такой ролик о том, что какая-то заяцкая компания сделала, которая изобрела GPS, навигатор, и ролик заключается в том, что Моисей водит евреев по пустыне, туда пошли, сюда пошли, короче заблудились, тут расступается небеса, с небес падает этот GPS, этот навигатор, и вот типа мы все нашли дорогу в землю Израиля. Если бы тогда типа у евреев был этот GPS, то Мойша привел евреев в Израиль быстрее, а не блуждал 40 лет. На самом деле это небольшая неточность, потому что никто нигде не блуждал. Мойша Робей, но это не прототип Ивана Сусанина. На самом деле мы точно знаем, было 42 переезда, из них более того, мы большую часть времени оставались на одном месте, мы не так сильно много ездили, потому что если посчитать, первый год мы сделали 11 переездов, второй год, то есть последний год мы сделали тоже 11 переездов, остается 19 посередине за 38-39, если бы почти точным лет, и более того, 19 из этих 40 лет мы находились вообще в одном месте. То есть если посчитать статистически, в год евреи делали 1,05 поездок в среднем за год. Сегодня современные бизнесмены, спортсмены, актеры, да раввины в конце концов делают гораздо больше, любой среднестатистический человек, который ездит на вакейшн больше чем один раз в год, делает больше переездов из одного места в другую, чем евреи в пустыне. Поэтому говорить о том, что мы блуждали, немножко сложно, но есть на самом деле кардинальная разница между тем, как мы путешествуем сегодня и как евреи путешествовали в пустыне, потому что сегодня, когда вы покупаете билет, вы покупаете билет, в котором указано, когда и откуда вы выезжаете и когда и куда вы приезжаете. Конечно, есть погрешность на точность авиалиний, но в общем-то есть какая-то хотя бы видимая уверенность завтрашних дней. С другой стороны, евреи в пустыне вставали утром и они не знали, злягут они ночевать в том же месте или придется быстренько все паковать и уехать. Смотрели на небо и не знали, сегодня они доживут в одном и том же лагере или затрубят трубы и нужно будет быстро паковать и ехать дальше. И когда находились в поездке, мы в переходе, мы обращались в глазах неба и мы не знали, где мы остановимся, то есть не было уверенности в том, что с нами будет завтра. И на самом деле вот в этой разнице можно выучить очень важный, важный урок нашей повседневной жизни. Ведь наша жизнь точно так же, как путь евреев в пустыне. Мы не знаем, сколько нам быть в переходе от одной фазы жизни к другой, мы не знаем, сколько, мы не можем планировать заранее, сколько мы будем находиться там в том или ином пункте назначения и где остановится наш поезд, где на какой остановке в этот поезд жизни мы сядем и в какой остановке этой поезда жизни мы сойдем. Потому что на самом деле действительно все в руках Всевышнего. И вера евреев заключается именно в том, что мы не уверены в завтрашнем дне, потому что только Всевышний определяет, что будет завтра. И поэтому вера на иврите, это неправильный перевод севрита, на иврите вера эмуна, происходящая от слова доверия, потому что только Всевышнему мы доверяем. И мы не знаем, где мы окажемся завтра, что будет завтра с нами в жизни, мы даже не знаем, что будет с нами сегодня. Мы знаем точно, что есть одну вещь, мы знаем точно, что нет времени, кроме сейчас, как сказано нет движения кроме вперед и поэтому только от нас зависит как по максимуму мы можем утилизировать наши возможности в это время в этом месте и что мы сделаем в этой остановке нашей жизни или в этом переезде и насколько мы выполним желание всевышнего в этот конкретный период жизни насколько по максимуму мы используем наши возможности дам господа долгой вам поездки в поезде жизни но не забывайте использовать ваше время по назначению до встречи успехов пока